Виталий Панове, приветствую Толик, приветствую Ярчик. Слушайте, а что, сегодня футбол? Украина играет или нет? Нет, сегодня решилась судьба, можно поздравить, наша страна, сборная в любом случае попала в 1-8 благодаря тому, что шведы выиграли и испанцы выиграли, и мы с третьего места проползли. Да, да, только что закончилось, поляки проиграли, а испанцы выиграли у Словаков 5-0, поэтому... Вот таким чином я дизнался о перебеге Евро 2020 в данный момент. Я только как раз прочитал, потому что я тоже не смотрел, не было возможности, не было времени. То есть у нас уже все игры сыграли, да? Да, мы последнюю игру проиграли, которая нас в принципе ничья устраивала. Нет, ты не прав, ты не прав. Я не люблю материться, но мы проебали. Я хотел сказать, что нас изнасиловали так мягко, но вы сказали более достойно. Нет, когда нас изнасиловали, это обидно, а когда мы проебали, мы распиздевали, я прошу прощения. Все-таки, я рад, что на выходные у меня на интернете не было. Ладненько. Спасибо, Толик, что ты объяснил нам с Ярчиком европейскую концепцию футбола. Слава Богу. Я, знаешь, краем глаза сегодня телевизор работал и краем уха так слушал телевизор, что нам 10 миллионов евро за то, что мы вышли в одну восьмую. Вот. В одну шестнадцатую, а если выйдем в одну восьмую, то нам еще добавят. Я вот подумал, вот смотри, как классно. Ты зарабатываешь там 5 миллионов долларов в ринге, и тебя бьют по морде. А здесь ты вышел, по сути, все проиграл, и тебе еще 10 лямов набросили. То есть не тем мы занимаемся, ребята, не тем. Ладно, бог с ним, с футболом. Нас ожидает очень хороший уикенд, о котором, в общем, стоит поговорить. И начнем мы с вечера бокса, который состоится в Мексике. Это будет ивент от Эдихирна и Сауля Альвареса. Вечер бокса, сейчас скажу, на арену Алкалде, где Сауля Альварес и Эдихирн представят вечер бокса, и там два поединка. Ну и нас интересует только главный бой. Это бой чемпиона мира по версии WB7 в наилегчайшем весе Хулио Сезаро Мартинеса против Хаэля Кордова. По моему мнению, яркий мисс матч. По вашему мнению, Ярчик, давай. Ну, я думаю, це щось таке на кшталт буде поединок, который требует просто показать якийсь ивент Саулю Альваресу, открыть свою компанию и так далее. Это будет показовое избиение, так скажемо. И Мартинесу Кордову может вынести так, как он захочет, так он его и вынесет. Ясно. Анатолий, а твое мнение? Ну, давайте начнем с предысторией. У Мартинеса должен был быть вообще-то другой соперник. Аро, ее фамилия, если не ошибаюсь, он стал обязательным претендентом. И они должны были встретиться с Мартинесом. Но Мартинес в предыдущем бою поломал правую руку. Бой отложился, его перенесли. Потом должна была встреча. Но так я не понимаю, что там до конца между произошло. Они не договорились. И WBC поставила на поединок Хуэля Кордову, с которым он должен провести бой. И 99 идей, что он одержит победу. И тогда они встретятся с Арою уже в продолжении этой всей их незаконченной истории. Что сказать про Кордову? Ну, у него два поражения. И это привело к тому, что он такой парень-рубаха, открытый боец. И видно, защитные действия не сильные. И поэтому он потерпел два поражения. Какого-то опыта он потом поднабрался. Что-то изменилось. Но бой с Мартинесом, скажем так, он перепрыгнул через минимум две ступеньки от того, с кем он боксировал до этого. То есть для него это на две головы соперник выше, чем те, с которыми он встречался. Анатолий, я поспешу тебя огорчить не на две ступеньки. То есть с 15-го места прыгнуть в контендеры. Ну да, я даже так нежный. Это будка отдыхает со своими рекордами. Да, да, это он именно ворвался. А ты бачу бои этого Кордова? Я не нашел боев его. Ну так, мне не было времени долго искать, но я не видел. Но я прочитал приблизительно то, что пишут. Говорят, что это такой открытый парень, который любит порубиться. Не сильно оснащен, скажем так, защитными действиями. И вот эти его поражения были у него в начале карьеры. Именно связаны с его вот этой неумением правильно защищаться, кроме того, что он бьет. А бьют мексиканцев, мы все знаем, Корява, по-разному. То есть я думаю, что от него именно какого-то классного такого бокса, именно бокса мы не увидим. Просто рубака. А Мартинес все-таки парень более опытный, более такой. И этот бой покажет, насколько у него там травма зажила. И как вообще он себя сейчас чувствует. Ну, я хочу сказать, что впервые с Мартинесом я познакомился, когда он боксировал с Чарли Эдвардсом в августе 2019 года. Это был первый поединок, который я комментировал у Мартинеса. И, в принципе, я просто был поражен тому, как он... Что значит, вот с него, собственно говоря, с Мартинеса и пошла пруха у Эйди Хирна с заезжими мексиканцами. Вот, потому что именно вот Эдвардс как бы там его пихали, как пихали в спину наверх, и Мартинес его разнес. И потом, когда мы начали, в общем, его рассматривать, то мы увидели, что он очень быстрый, интуитивный. То есть, с одной стороны, он этот мексикан-стайл, он готов драться, особенно, когда на него напирают. И он понимает, что, в общем, убежать он не может, он как упирается и начинает раздавать ударами. Но очень быстро, очень интуитивно. И я думаю, что это будет бой что-то среднее между Наоя и Нойда с Маринесом. То есть, пока, в общем, чувак Кордова будет немножко осторожнее, стараться держаться подальше, он будет в безопасности. Как только он начнет активничать и полезет вперед, тут же пропустит, и Мартинес его не отпустит. Так что я предвижу, что, в принципе, до экваториальных раундов должен разобраться Мартинес. Это не будет, скажем так, версия Чарло против Монтиеля. Вот, собственно говоря... Как только Мартинес первый раз попадет и чуть-чуть, в общем, болтанет Кордову, Мартинес тут же как бультерьер в него цепится. Вот, я думаю, что там с руками бы все хорошо, поскольку, в общем, если бы были какие-то сомнения, там бы так на рожон не лезли. Это же не Ломаченко, который пытается что-то доказать. Он деньги зарабатывает. Ну, сегодня у нас будет возможность и по Васе пройтись. Я понял, что мне будет с вами весело. Да, ну ты же у нас фан Ломаченко. Ну, я не скрываю этого. Я не скрываю этого. Ну, понимаешь, это очень хорошо, в общем, как бы, что ты не скрываешь, потому что, в общем, нам шпионы тут не нужны. Нет, так мы же, мы за бокс болеем, а все остальное это уже другая история. Да, к сожалению, иногда бокс налазит, понимаешь, это как на семейные трусы надеть еще и плавки. И вот так вот ходить, вот, и на каждом на трусах написано Лома, и на плавках написано Лома. Говорит, идиотский, извините уж, пожалуйста. Ладно, бокс с ним. Самый, давайте, самый у нас мяшный вечер бокса, ребята, которого мы все бесспорно ждали. Он состоится в Екатеринбурге, с восточной стороны гор Урала. RCC Boxing Promotion. Анатолий, я понимаю твой скептицизм, то, что, в общем, как бы не хочется об этом говорить, но мы должны об этом говорить, потому что, как в прошлый раз, чтобы понять, какой бокс хороший, мы должны людям объяснить, почему этот бокс, ну, не очень хороший. Марк Урванов против Райфива Майему. Господи ты, боже мой. И это все будет за титул чемпиона WB Gold. Суперфизор в первом левом. Голд! Ребята, да, мы дождались на нашей улице. Единственное, что огорчает, что к этому не имеет отношения хренов. Да, как-то немагично. А зато и Толика нема. Смысл. Який смысл бути в зуме, если чемпиона не можно комментировать? И странно, что Толика нету. Может, у нее какой-то захват сегодня там. Банду медь фальсификаторов молдавских вин накрывают. Вот. Но об этом поединке мы просто минимально заявили, и все. Потому что каким им будет, абсолютно пофиг. Как он закончится, вообще. Идеально. Юрий, я прошу прощения. Я честно, вы когда в предишине написали, что мы будем обсуждать, я начал искать. Я не нашел, кто это. Я вам клянусь. Может, я не там искал. Я не нашел. Я думаю, что это за такие имена? Я в первый раз слышу. Я думал, я уже послушаю, хотя бы подниму свое боксерский уровень знаний по боксеру. Но как я услышал, когда вы сказали Россия, то я даже по сайтам, получается, которые могли бы дать мне российские вот эти все коннекты, никто ничего не дал. Поэтому я без понятия, кто это и что это. Честно говоря. Не, на самом деле... Зато нам требует Анатолия Реляна, потому что у него там связки из Интерпола... У него, да. У него связки кращи. Я звон. Окей. Окей. На самом деле, как бы, это поединок один из многих, который мы видели. Замените Марка Урванова на Васю Купкина, либо на Петю Иванова, и от перемены мест имен, в общем, как бы ничего не меняется. Это будет тот же самый бой Чудинова, это будет тот же самый бой Миши Алояна, где, собственно говоря, вот Урванов должен победить. И, собственно говоря, все единственное, что, в общем, я ожидаю одно, как соперник Олега Малиновского дал ему хороший бой. И, по сути, таково-ково-то бой, ну, честно скажу, как на мой взгляд, выиграл. И мне просто интересен этот поединок вот с той стороны, что каким он будет соперник, да? То есть дадут ли этому парню выиграть, либо просто, в общем, как бы, по моему мнению, это мисс-матч, который не заслуживает уважения, но все-таки, в общем, как бы на него обратили внимание. Все, это тоже переворачиваем. Ну и теперь, что нас на самое сладкое оставляем? Васю или Джервонту Девиса? Ну, у нас же еще... А давайте теперь про Девиса поговорим, а за Васю, якщо, стыгнемо. Хорошо. Марио Бариус, Джервонта Девис. Ваше мнение, а почему Джервонта согласился на этот поединок? Потому что многие говорят, что рискует все-таки засраниться. Хороший вопрос. Ну, так отвечай. Я, честно говоря, даже про это не думал, почему он согласился. Я просто думал, что, как бы, это обязательная у него композиция насчет этого. Ну, то есть, как бы, они так договорились, и, ну, то есть, не было какого-то подвоха. То есть, ну, как бы... Хотя он рискует в любом случае, потому что Бариус парень крепкий. Без поражений, он крупный. Поэтому... Я не знаю. Будет бой в любом случае интересный. Джервонта может ударить, но... Ну, и Бариус может ударить. Джервонта более, может, техничный. Бариус стойкий. То есть, он может перетерпеть. Хороший бой должен быть. Я понял. Ярчик, а твое мнение? Моя думка, что в команде Джервонта там не дураки, они что-то, возможно, увидели, плюс гроши. Но мне самому интересно, что они там побачили, на что они идут. Колись я так само в загадках блукав, когда Майкей Гарсиа вбився и с Эролом Спенсом. Как известно, Гарсиа програв и серьезно, но форма Гарсиа и форма того же Джервонта совсем иначе. Поединок может видеться, как вариант Альвареса, который в категориях вылетает, так и вариант Майкей Гарсиа. Мне самому интересно, что будет ударом того же Джервонта, потому что достаточно 61 килограмм он уже был тяжелый на ногах, не такой маневренный. А тут он будет интересно, каким кабанчиком он должен стать. Барриус чем-то похожий на Лео Санта-Круза. Я извиняюсь, Ярик, что я так тебя трошки сбил. Майкей, что есть. Я говорю, что похожий чем-то Барриус мне напоминает Лео Санта-Круза. И я думаю, что боя может быть в таком русле, лишь эта разница в том, что Барриус больше крупнейший, и мы не знаем теперь, который будет мощный Джервонта. Насколько он может сильно ударить, и насколько он может сам терпеть, когда будет пропускать. Вот это будет цикаво. Что еще немало у этого Барриуса, это прямого правого. Мне кажется, он тоже может сыграть, потому что средняя дистанция. Средняя дистанция в данный момент это Санта-Крузова. Это Джервонта. извините, Дядя Юра, рассидите нас. Ну, на самом, насправді, якщо аналізувати цей поединок, то треба сказати тільки одно. То, что ты, Ярчико, сказав. Джервонта має таку купу аналитиків за спиною, и, якби вони не были впевнені в том, что могут перемогти, они не резикували. З другого боку, памятаете, как мы ожидали, когда Теофима Лопес зветянжив над Ломаченко, как мы ожидали, что будет Лопес-Хейні, Лопес-Джервонта, Хейні-Джервонта, то есть какие-то большие поединки, мегафайты в легкой вазе. А их не сталося. Потому что, как выявилось, что премьер-боксинг чемпион Салахеймана не хочет коллаборционовать с Дазоном и с ЕСПНом. То есть выявилось поражнее. А Джервонта Дэвис сейчас должен много заработать денег, потому что Флотный Везер его много вкладывал. И продолжил. Его раскручивали. Его раскручивали хорошо. Вот. И поэтому, собственно говоря, я думаю, что, опять же, то есть мое мнение, я от этого мнения не отступлюсь, если бы Джервонта не мог победить Бариуса, на эту авантюру бы не пошли. Бариус, как правильно вы заметили, это что-то подобное Крузу, прошлому сопернику. Вот. И самое главное, что есть у Джервонты, это быстрый выход на среднюю дистанцию, начало атаки и раскручивание в ближней дистанции, где у Бариуса, к сожалению, увы, нет компактности, он не может коротко работать, и в этом плане, то есть, и опять же, и с другой стороны, он не может классически работать, как файтер, передней рукой, держать на передней руке, как Ярчик заметил, у него нет классической двойки, вот, поэтому я думаю, что вот скорость, скорость в ногах и в ударах, особенно в стартовых, будет, конечно же, с Джервонтой, она будет определяющей. И здесь опять же вариант быстрая победа или долгая или полная 12 раундов, мне кажется, что этот поединок будет очень похож на бой против Лео Санта Круса, и вероятность того, что где-то вот в экваториальных, ближе к чемпионским раундам, Дэвис опять-таки сможет попасть и потом добавить, а он как раз может, в отличие от того же самого Жерло, трусануть первым ударом и вот доработать, скажем так, до конваса соперника. Ну и в любом случае, то есть здесь единственное преимущество у Бариуса это то, что он действительно будет готов к тому, вот ментально и физически готов к тому, прежде всего ментально, что отрабатывать на ногах, ни в коем случае не оставаться на месте, не принимать вот это вот желание открытой битвы, а вот именно работать как файтер, ударил, поменял, то есть чтобы не давать возможности Джервонте делать быстрый старт, быстро сближаться, как типа а-ля Майк Тайсон, и наносить удар первый, чтобы последующими уже просто разбить, вот мое такое мнение. Я еще заметил, добавлю с вашего позволения, что он им достаточно немало пропускает Бариус, вот у него немножечко есть такая раслябанность, он заигрывается и ловит такие достаточно увесистые удары, то что держалка не подводит, слава богу, но мы знаем, что Дэвис вот именно как раз может ударить очень быстро, и вот этот удар, который он может не увидеть просто, он от него может очень серьезно упасть, и вот то, что я, то что, как вы правильно видите, что ближе к тому, когда Дэвис сможет вот этими наскоками средней дистанции кинуть быстрый удар, он может сыграть вот именно вот эту ключевую роль в победе его, то есть вот так, разве что он что-то придумал, судя по тому боксу, что он показывает, Бариус навряд ли он сможет завязать, а не дать Итого, что? Итого, в сумме маемо, на передней руце тримати не умеет, двойками не працюет, сильного правого немае, вблизи розклябанный. Тут вам есть ключ от победы Джервонте Дэвиса, и чего он туда полез. Ну, опять же, приходим к тому выводу, если бы команда его аналитиков решила, что, в общем, как бы, Джервонте не сможет победить Бариуса, то они бы туда просто не совались, они бы нашли кого-то другого. Вот, а Джервонте сейчас, опять же, то есть, Тейлор, в принципе, с Джервонтой будет интересен. То есть, сейчас вот, первый полусредний вес приобретает бойцов времен, там, Забделя Джуды, Кости Дзю, Луиса Костила и прочих, в общем, монстров, Артура Гатти и тех монстров, которые, в общем, в начале этого века, в общем, как бы там населяли. То есть, поединок будет, безусловно, интересный. Я считаю, что это главный поединок у Икенда, поскольку, в общем, в нем есть, скажем так, ключевое понятие интриги, потому что Бариус крупный, длиннорукий, может ударить, Джервонта компактный, быстрый, с быстрыми ударами, может озадачить Бариуса. И вот это вот главное, что и делает его поединком у Икенда. Согласитесь вы с этим, нет? Согласен, согласен. Это самый такой интересный в плане развития событий, плюс это чемпионский бой, пускай там это ВБА, понятно, там регуляр, супер чемпион, но тем не менее, это такая для Джервонта, это такая ступенька, как вот для того же боя с Тейлором. Либо для Бариуса заявить о себе вообще просто круто-круто. То есть, это классный, это интриг. Если Бариус победит Джервон, то да, он станет просто мегазвездой. Ненадолго, но мегазвездой. И тогда, в общем, переходим к сладенькому Василию Ломаченко Масаёше на катании. Вот. Толик, а что ты нам хочешь рассказать об этом поединке, поскольку ты у нас единственный фан Ломаченко? Я тоже всем брешу, что я фан Ломаченко. А Толик, видишь, Толик открою? Я не брешу, я говорю честно. Я, в первую очередь, что жду от этого поединка, я хочу увидеть, насколько, ну, вот, то есть, было много сказано после того поражения, было очень много сказано, много было найдено в словах причин, почему так, и почему то, и почему это. Я хочу увидеть... Извини, я тебя перебил. Ради Бога, извини, пожалуйста. По твоему мнению, в чем проигрыш Василия Ломаченко от Ефима Лопеса? Я думаю, травма не была ключевой, она была, но она не была именно той причиной, основной его поражения. Его поражение было, в первую очередь, мне кажется, в недооценке соперника. Вот, мне кажется. Почему? Потому что, если Лопес на тот поединок все-таки подготовился здорово, и вот эти шаги, шаг назад, при маневрах Василия и встречные удары справа, которые действительно ему приносили очень много неудобств, и он тоже имеет счастье, что не было именно такого чистого попадания, потому что, если бы Лопес попал чисто, возможно, он бы удостоверил Васю. Я это, ну, как бы, я при своем фонасте, я всегда стараюсь быть объективным, насколько я это вижу, насколько мое понимание мне позволяет. И в том поединке Лопес был готов и ментально, и тактически, а Василий, мне кажется, все-таки, я не знаю, насколько там травма именно влияла в его мозгу, на то, что оно его ограничивало, но с тех интервью, которых я видел, там много было противоречий. Тут мешало, тут не мешало, поэтому, плюс, когда я вам скажу мое отношение к Кобелькову, ну, так, не буду говорить, не очень в плане этого, я не считаю его человеком, который понимает что-то в боксе, он вылизывает и вылизывает так сильно, что когда смотришь бои даже других бойцов, и он начинает делать параллель или с Сашей, или с Васей, но мне противно, я не люблю смотреть. Я хочу, чтобы я стал бокс объективно. Получает, бочина есть, значит, мы ему должны пихануть, потому что и переживаем мы за него, или не переживаем, это бокс. А когда мы при любом раскладе будем просто его вылизывать, какой он крутой, какой он классный, если бы не то, мне это не нравится, я не такой фанат, я фанат, мне нравится его бокс, он мне симпатизирует, но если он проигрывает, то надо понимать, почему. Я считаю, что проиграл, в первую очередь, недооценка, как по мне, какую-то часть, возможно, сыграла травму, потому что она, я думаю, в подсознании играла свою роль, ну, и хорошая готовность Лопеса. Он был тактически готов, он был физически готов, он был ментально готов, а Вася не был готов к тому, что он будет так готов, и это тоже сыграло свою роль. А что ждут с накатанием? Ждут с накатанием, в первую очередь, вот той самой перезагрузки, про которую сейчас тоже очень много говорят. Перезагрузка, матрица, т.д. и т.п., это все понятно, лирика, я на это не обращаю внимания, я хочу увидеть, будет ли Вася, сможет ли он еще в таком темпе что-то показать, тем более, что соперник для него достаточно крупный, этот парень имеет метр восемьдесят, Вася метр семьдесят, габаритный, длиннорукий, стойкий, для возвращения, я думаю, что самое оно, и вот я хочу больше увидеть, что будет Вася делать, как он будет работать, и вот сделать какие-то выводы, то, что он победит, я уверен, разве что, действительно, он в этом бою выйдет, и мы увидим Васю постаревшего, которого начнут просто разбирать, и который проиграет еще раз, и уйдет. Конечно, мне бы как фанату его не хотелось этого, я все-таки верю, что какая-то перезагрузка прошла, а вот какая, мы уже увидим в воскресенье, утром. Понятно. Ну, видишь, у Васи уже не хай-тек, и не матрица, он уже теперь лома, никнейм. Ну, я, конечно, параллельно лома, то хай-тек, я как бы из того, что я последнего слышал, от того уже отталкивался. Ясно, ну, посмотрим, хотя, в общем, давай, Ярчик, давай послушаем тебя, а потом будем уже суммировать. Я просто хочу расставить крапки над и, я не ехейтер, ломаченко. Програти тим, что теперь его вистачить, потому что Масайоши на катані, он как той кран с пьяным оператором, который занадто пиздно подает команды. Чем-то мне навык на катані нагадуе ломачен на катані, что ломаченко, как ломаченко не сможет, потому что у Масайоши не таки блискавичные руки, как у того же Лопеса. А спробовать его морально и физически надломить и не сдаваться, потому что в Японии не сдаются, как я думаю. Может быть все, плюс Масайоши никогда не был в локауте, у него яйца из Вердейха доказали, что там не сталевый, не знаю, який там метал, криптонитовый яйца. Да, и для Супермена в Вердейха это оказалось очень печально. Да, да. На самом деле, я честно скажу, я немножко переписываюсь с Масайоши, насколько это возможно, вот, и даже принимал участие в чате, благодаря своей дочке, которая там помогала переводить, и я спросил, как вы собираетесь вести поединок, вы понимаете, что вы должны держать его как подальше от себя, он говорит, да, я понимаю, что у меня два преимущества должно быть в поединке, то есть два плюса, это хорошие ноги, хорошее передвижение, маневры и встречные удары, то есть ни в коем случае не застояться на месте и не пускать Васю в ближний бой, вот, и опять же, то есть Вася привык быть агрессором, он постоянно привык к тому, что, в общем, он давит на соперника, и как он будет здесь чувствовать себя, поскольку встречные удары, мы увидели, Масаёша бросает и бросает очень здорово, поэтому Васе придется решать огромную кучу проблем, и здесь опять же на первый взгляд, ну, на первый, на первый план выходят его ноги, насколько он сможет быть маневренным, потому что, действительно, Ярчик правильно заметил, и Толик об этом говорил, что Вася стал тяжелым, очень тяжелым, и поединок против того же самого Люка Кэмпбелла, вот, чувствовалось, что Вася, как бы, уже начинает уставать к восьмому, девятому раунду, и характер, конечно, он боксирует на характере, он боксирует на классе, как говорил старик Эвандер Холифилл, когда у боксера не остается сил на первый план, выходит его техническое мастерство, то есть умение и отдыхать, и в нужный момент стартовать в атаке, поэтому бой, конечно, будет интересным, конечно же, Васе нужна победа, потому что для него это, ну, это как глоток живительной воды, которая оживит его карьеру, все сейчас будут на него пристально смотреть, вот, то есть проиграет, не проиграет, что будет дальше, Бобу Арум, Бобу Аруму нужна просто победа для того, чтобы в конце концов свести для самого денежного для него поединка Теофим Лопес Василий Ломаченко два, поэтому все то, что вы говорили, все правильно, Вася должен выигрывать, единственный вопрос, и Сергей Городничев об этом говорил, что если что-то не порвется, Вася, конечно, победит, вот, и вопрос, если что-то порвется, то насколько сильно, чтобы это, в общем, не помешало Ваше хотя бы пройти полную дистанцию, ну, а так, хотел бы еще добавить, что вы правильно все сказали, он же даже сам в интервью говорил, что когда он поднялся в эту весовую категорию, мы реально все понимаем, что он все-таки мелковатый для этого веса, и он не выглядит настолько, ну, так, убедительно, как в более низких весах, и вы хороший пример привели с Люком Кэмпбеллом, он же действительно, если даже смотреть в первых раундах, Кэмпбелл тоже был левша, и как он его правильно за счет своей длины руки постоянно бил в область печени, попадал достаточно часто, останавливая джепом, и Вася приходилось, приходилось пропуская этот удар, через удар кидать свои, чтобы донести больше ударов, и это наносило вред, который не может не сказаться на его физическое составляю и на его здоровье в целом, потому что больше застрат сил, как когда-то сказал Ларри Холмс про Майк Тайсона, что Майк Тайсон хорош будет только тогда, пока будет молод, и будет хватать сил для того, чтобы боксировать в том стиле, в котором он боксирует, как только он будет становиться старше, он начнет замедляться, и будет очень легкой добычей для более крупных, как на то время были тяжи, а он сам не крупный, и ему будет очень тяжело, потому что большая затрата энергоресурса его идет, и то же самое сейчас с тем сталкивается в усилии, ему надо для того, чтобы донести своих три точных удара, пропустить один-два, и потом пытаться нанести свои, более физически, больше вот этой толканины, и вот это сказывается на его, вот в том, что мы и говорим, что он уже не выглядит так успешно, и вот тут Масаёши Натакани, это как раз вообще, наверное, самый крупный боксер, с которым он боксировал, говорю, что еще раз повторю, метр восемьдесят, Вася метр семьдесят, или метр шестьдесят девять, десять сантиметров, японец стойкий, и вот он должен выигрывать, но как будет? Рост не самый главный, еще разница в длине рук, кстати. Да, длина рук, большая тоже у них, и он стойкий, удары держит, а Вася, мы знаем, при том, что он бьет, он бьет все-таки за счет ножа больше, чем нет у него такого, удары, как, допустим, у того же Джервонты, который может одним точным ударом вырубить, а у Васи этого нету, и Лопес бьющий не смог ничего с ним сделать, ну, тут интересно очень, интрига есть, в любом случае, хотя бы по классу Вася лучше, но вот это, что мы все сказали, оно будет решать, какой будет Вася, какой будет, на Токане, мы знаем, а какой будет Вася, вот интересно. Я хотел просто связвить Тома Хэмса, кто на первой линии, кто на первой базе, я знаю, кто на второй, кто на второй базе. Был такой просто фестбалист, ферстбейс, первая база. Ярчику, да, давай. Справа в том, что, как раз, я забыл бой Кемпбелла, вот первые раунды Кемпбелл працювал по корпусу своими довгими ручищами. Все взял на заметку той же Теофимо Лопес. И, заметьте, он победил в раундах, так же самое, тримая корпус Вася на своей передней руке. А от цему Харвестеру Масайоши на катании своими величезными тентаклями, как восьминого, сам Бог велел тримати Вася на передней руке и обрабатывать ему корпус. Я сомневаюсь, для того, чтобы Вася сблизиться на катании, там треба километраж накатать. Хорошо, давайте, подводя итоги, прогноз на этот поединок, Анатолий. Василия, я как бы все-таки склоняюсь, что это будет 12 раундов. Победа Василия Ломаченко 12 раундов. Я понял. Ярчику. Согласен с коллегой с Анатолием 12 раундов перемога Ломаченко або травма и какие-то ТКО Масайоши на катании выиграют. Окей. Я соглашусь, что у Василия очень большие шансы победить на полной дистанции. Вряд ли он сможет как бы снести Масайоши на катании, но на катании, если будет побеждать, то будет побеждать, естественно, или техническим нокаутом. Неважно, там уйдет Вася из-за травмы на табурете либо от ножа ударов, но, скорее всего, соглашусь с Толиком, именно травма может помешать Ломаченко победить в этом поединке. Но, опять же, будем смотреть бокс. Несмотря на то, что, в общем, говорят, что предсказание неблагодарное дело, мы все-таки за него беремся. Ну, и теперь будем смотреть, насколько, в общем, мы являемся нострадамусами ринга, вангами, рингсайда и всего прочего. Спасибо большое, ребят, что нашли время. Анатолий, Ярчик, вот, да, подходит у нас уже к концу, остается минута. Будем смотреть бокс, встретимся в следующий понедельник, берегите себя, своих родных и близких, и помните, что другого бокса, кроме того, которого мы видим, у нас нет и не будет. О, старая добра фраза. Будьте здоровы все. Бабачки. Да, Если ты подписался на наш канал, ты красавчик. Если ты нажал на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, респект. Если ты оставил свой комментарий, ты реально разбираешься в боксе. Если ты просто поставил лайк, ты лентяй. Но, за все это вам большое спасибо.